здравствуйте дорогие слушатели подписчики и гости канала сегодня придет разговор про высший я кто такой высший я ноги про это слышали но мало кто понимает кто это и что это и зачем это и почему это высший я эта часть души каждого человека который сейчас на земле составляет 25 процентов часть души который находится постоянно там тонком мире на своих уровнях а в телах сюда приходит 75 процентов большая часть души здесь на земле в теле человека а 25 процентов там почему так происходит во-первых потому чтобы сверху посылать эта задача высшего я быть постоянном контакте с душой которая внизу на земле в детстве в детей этот контакт отличный это еще называется каналом мы наверно слышали многие называют экстрасенсы что у нас открыт канал канал то есть много разговор идет про канал так вот этот канал он ребенка когда он рождается открыт сверху это именно канал связи с высшим я с наставником с тонким миром с любой душой можно связаться через этот канал у детей этот канал открыт они рождаются веселые радостные радуются бегают прыгают им идут сны через сны идут контакты от наставника как правило а высший я это прямой контакт что это значит эта мысль которая в нам приходит в голову ниоткуда это идея новые свежие это какие-то подсказки к примеру проблема у нас и мы не знаем как ее решить вот есть хорошая пословица за что утро вечера мудренее когда ты вечером там думаешь проблеме решать что проблему не можешь решить голова забита мозг вскипает все невозможно понять что сделать как поступить ложишься спать ответ может прийти во сне от наставника либо утром когда просыпаешься и только начинаешь думать о проблеме первая мысль которая приходит идет от высшего я то есть вот эти мысли нам посылают в голову это как озарение иногда бывает это как вот спонтанные мысли когда вот думаешь вот данный момент примеру я вот сижу читаю комментарии много разных комментарий люди сомневаются кто-то очень сильно сомневается кто-то поддерживает и бац я прочитал очередной комментарий мне мысль пришла в голову давай напиши вот разъяснение немножко объясни людям чтобы открыть их кругозор увеличить их ментальное поле вот и я взял микрофон и сейчас вот вам пишут эту мысль мне послали сверху это так просто работает это все очень просто работает только мы настолько все усложняем вокруг себя что не замечаем очевидного что все на самом деле очень просто и вот такие правила вот создан высший я наверху это 25 процентов он она знает все он это мы то есть я это он он то я мы когда к ним приходим общаться я говорю как вас зовут здравствуйте высший я он говорит расслабься что ты такой напряженный ты это я я это ты мы одно целое говори саму со мной обычным языком не надо там какие-то привилегии мне разговаривай со мной как будто ты с другом разговариваешь прощайся сама как будто с другом прощаешься и это правило на всех распространено единственное правило это уважение нужно быть уважительным тактичным в общениях никого не обижать не обзывать никаких плохих слов а так все общения они проходят очень доброжелательны почему-то очень много сейчас сомневаются георгий победоносца например как он пришел добыла у нас обычный был сеанс мы пришли заниматься человеком мы приходим а он нас встречает наверху если полетное место куда мы выходим мы туда пришли подкачиваться энергии он там стоит здравствуйте я хотел бы с вами пообщаться я говорю о вас он гору зачем мне обо мне вы все знаете давайте о людях о будущем развитии и вот пошло пошла беседа так что это все просто не нужно как-то все усугублять усложнять как-то пугаться чего-то бояться сомневаться как только начинаем сомневаться и бояться некий контактов не будет абсолютно никаких как только ты сомневаешься тебя вышибает оттуда так только страх энергия страха появляется все тебя вышибает с этих контактов этих ченнелингов можно так их назвать то есть ты себе полностью обезоруживаешь страхом и сомнениями так что прошу вас не сомневаться и избавьтесь от страхов и от сомнений это тяжело сделать но работайте над собой это возможно так и вот 25 процентов там находится 70 в телах идет контакт постоянный у детей отличный контакт у юношей тоже в школе хороший контакт но потом потихонечку начинает забиваться то есть как это происходит душа приходит светлая нет плохих программ запомните нет плохих программ все сюда идут с определенными миссиями и все светлыми намерениями все идут на землю помочь развиваться делать много добра позитива вокруг себя да и помогать всем окружающим идут на помощь родовым душам с родов помогать родовым душам родовым своим же частью рода да то есть мы приходим сюда на землю правило в идеале это мы приходим в родовые семьи то есть наши родители тоже наши родственные души мы приходим по помочь им развиться они помогают нам развиваться идет всегда взаимопомощь друг другу так и контакт хороший как только мы начинаем какие-то негативные эмоции испытывать мысли поступки канал начинает засоряться чем больше негатива тем больше он засоряется к примеру если лярва появляется в человеке все это пробка это закрывается канал полностью и связи никакой нету от сверху посылают и знаки сверху посылают сигналы а мы ничего не можем понять разобраться абсолютно поэтому канал нужно держать всегда в чистоте беречь свой канал от других воздействий от других мнений идущих на вас и извне и содержать его постоянно в чистоте беречь его это самое ценное что у нас есть так дальше зачем выше я там находится зачем он нужен смотрите мы все знаем про реинкарнации что у нас допустим 6 жизни там вот я прожил сейчас у меня уже восьмая жизнь я так восьмая жизнь я нахожусь на восьмом уровне восьмом уровне развития восьмая жизнь до этого были вот семь жизней эти семь жизней это было как семь личностей первая личность она прожила до поднялась наверх прошла совет и это личность записалась в хрониках акаши вторая личность она записалась в хрониках она есть она существует то есть я могу сейчас регрессивном гипнозе в любую жизнь свою зайти и просмотреть какой-то фрагмент жизни это возможно это все записано каждый из вас это может сделать это все записано выше я еще вот нужен его функция еще одна который мало кто знает подозревает к примеру вот я был там сапожником ну к примеру я был сапожником в европе и какой-то слипер вот ему нужна какая-то необходимость вот поговорить с этим сапожником он знает год он знает имя есть фотография к примеру этого сапожника и он хочет с ней связаться вот он связывается с этим сапожником называют его там вася пупкин к примеру вася пупкин находит эту личность и разговаривает с ней вот казалось бы как происходит разговор то есть эта личность была прожита записано да и давным-давно но с ней можно поговорить но живу здесь я вот павел да я живу здесь я вот гипнолог как можно связаться с моей личностью которая там была и поговорить с ней если душа ее уже во мне как бы да а для этого нужен и выше я потому что приходит другой слипер разговаривает с этим сапожником вася пупкиным и мой выше я он отвлекается от меня и уходит хроники акаши и как бы он становится этой личностью васи пупкиным то есть это его личность это его опыт и он с ним становится и когда разговаривают с васи пупкиным ну с любым тогда с любой записанной личностью то выше я подключается там мой выше я да то есть уже это его опыт подключать и он отвечает от личности вася пупкин и он именно только четко по ней все отвечает все рассказывает это так происходит поэтому очень многие удивляются вот как-то георгий победоносец откуда он знает про все вот эти гаджеты и тому подобное да потому что его душа его душа она сейчас на земле находится и так у многих у нас был на сеансе николай чудотворец он в москве здесь живет в обычной человеке находится душа но одна из его жизни этого человека было николай чудотворец вот поверьте это это так у многих гипотологов сливки слиперов также подтверждают что короли кто был королями да они сейчас там на земле кто-то в женщине в этом мужчине кто-то в ребенке воплотился понимаете это вот так вот происходит такие правила затем что хотел еще добавить многие сомневаются в том что как так нас тут бросили на земле и мы мучаемся да ничего подобного все очень гармонично правильно все устроено и создатель да он есть поверьте он есть мы видели его мы его видели издалека у нас даже есть ролик где мы от него тоже там послание от него советы людям и поймите правильно разговаривают с липером именно словами слипера то есть тем словарным запасом который есть у слипера у каждого слипера вот тем же словарным запасом теми же словами и разговаривают с нами очень редко они используют какие-то слова свои слова добавляют очень редко как правило используется в себе словарный запас который есть у слипера и они его выкладывают так то есть в предложение что было понятно но это идет от них сверху так вот наши контактах со слипером так все устроено вот есть создатель есть мы души и бог создатель частичка его есть в нас это душа ценное самое что у нас есть которые нужно развивать нас с детства не учат ее развивать а это необходимо необходимо думать о ней развивать ее также есть правило 50 процентов набора энергии то есть если душа набрала здесь 50 процентов черной энергии то идет потом она переходит в другое измерение в черную дыру так называемый уходит с нашей системы уходит в тем в темную переходит можно назвать в ад попадает на черную планету черную дыру мы не знаем что там дальше происходит на уходит туда все ее нету здесь она стирается потому что здесь наш дом наш дом и наш отец это создатель и наш дом это вот эти все уровни на которых мы находимся там все светлое там нет никакой темноты там все светлые все радуют все светленькие лечимся мы там от темноты от набора черных энергий страдаем там от набора черных энергий мы туда возвращаемся там испачкались вот там 15 процентов черной энергии после совет вас определяют на чистку на 1 2 уровень там мы лечимся чистимся и на занимаем свои места и встречают нас родовые наши рода встречают возвращаемся мы народ там все наши самые теплые ощущения мы испытываем и там находимся дома проходит время нам нужно необходимо дальше набирать энергии где ее там брать никто отсюда туда ее не посылает все перестали это делать перестали молиться перестали ставить свечи как там набирать энергию понимаете вот эта необходимость острая встает о нехватке энергии и поэтому мы оттуда вынуждены спускаться на землю проходить вот эти испытания программы проходить потому что здесь есть колоссальней шая возможность у нас набрать энергии за промежуток это пример там в сто лет набрать их намного больше чем там мы их набираем за сто лет понимаете поэтому сюда все так стремимся оттуда прийти и все такие заряжены да мы придем сюда да мы все вы пройдем свои программы наберем энергии поднимемся выше станем к богу выше там на на 3 до 4 уровня сможем подняться так все думают а на самом деле многие опускаются еще ниже чем были кто-то на тот же уровень возвращается в лучшем случае на один уровень выше поднимается вот она борьба она сбивает с пути с первых шагов как только мы начинаем идти нас посылают и ветры и ураган и все и и темные силы посылают все это на нас а он мы от безверия не можем сопротивляться и нас сдувает нас как этот листочек влево вправо потоками воздуха всего бросает бьет об стены а у нас нет сопротивления мы не сопротивлю не знаем как сопротивляться а вот всего-то навсего нужно вспомнить что мы сами лично выбираем как поступить в том или ином случае мы сами можем сказать я справлюсь с этим ветром и сильный помолиться вспомнить о боге вспомните светлом вспомнить о том что мы здесь не одни мы посланы родную как родами у нас родственные души дети родственные есть родители родственные но не у всех но почти у всех скажем так и вот вера обретает в нас этот стержень приходит спокойствие приходит понимание и этот ветер он уже не такой сильный этот дождь он не такой уже страшный там молния не такая страшная и чтобы темные силы нам тут не пред не преподносили мы с пониманием к этому относимся и не боимся и это уже не страшно становится мы спокойно живем воспринимаем все все какие-то неприятные ситуации как как данность как то что нам посылают сверху в виде кармических узлов виде испытаний которые мы должны пройти выйти победителем пойти дальше в этом нет ничего такого зазорного это знаете как это как растет цветочек да и чтобы он был крепок чтобы был крепкий корни нужен ветер конечно ветерочек нужен иногда дождик нужен чтобы из стороны в сторону цветочек болтался тогда корни укрепляются вот для этого нам посылаются сверх кармические узлы примерно три у каждого человека на земле три кармических узла вот этот ветерочек как раз этот дождик чтобы корни стали крепче все что сверху это уже от темных сил они начинают там сомнения страхи ну тут тоже просто самом деле на самом деле все очень просто нужно принимать все вот эти неприятности как как то что они нам посланы сверху по нашим плечам и справимся с ними переживем дальше будем жить радостно счастливы и долго будем жить неся пользу из благодарностью относиться к каждому нужно благодарить даже за куда неприятную ситуацию в жизни то опыт мы благодарим и божественной силы что-то нам послана сверху и мы благодарим тех людей через которых нам посланы эти уроки им говорим спасибо они даже этого могут не осознавать то что они делают но мы даже им говорим спасибо спасибо вам спасибо вам кто пишет злобные комментарии да в это тоже для нас хороший способ стать сильнее спасибо вас у нас поддерживают пишет хороший комментарий поддерживать нас вы проснулись вы очнулись вы понимаете все правильно также развивайтесь и вокруг себя делайте мир чище и добрее те кто проснулся они уже своим внутренним светом они уже очищают пространство темные кто люди кто постоянно в заботах хлопотах голова забита ой как все страшно как все муторно ходят черный фломастеры да они с собой идя на работу и обратно они зарисовывают пространство вокруг себя черным маркером а светлый человек который радостный который понимает как все устроено он идет и эту темноту он стирает как ластиком стирает поверхности земли и матушка земля ему благодарна и вот приходит время понимаете что очень черных маркеров много все пространство вокруг запачкано и вот матушка земля уже сбрасывает скоро будет сбрасывать этих людей нужно каким-то образом избавляться от черной энергии час пика пик но час x он скоро может настать определенным образом чтобы избавить это черной энергии потому что ее не может быть больше 50 процента на земле только ее больше становится будут катаклизмы происходить земля будет их сбрасывать всплесками вулканов там каких-то наводнений еще там землетрясений это все последствия вы хорошенько проследите за тем что происходит ну как бы сказать на на энергетических планах то есть на человеческих планах да какие-то вспышки происходят и обязательно это отражается катаклизмах еще есть такая теория да что если люди не понимают по-хорошему им объясняют объясняют то мы сделаем по-плохому сверху это может быть послана нам тоже как урок так кармически для всей земли для всей планеты может так тряхнуть что все хорошенько задумались что главное в жизни и к чему нужно стремиться какому развитию нужно стремиться так что вам спасибо светлые души что вы понимаете делайте все правильно идете и стираете ластиком черную эту энергетику очень много вокруг нас накопилось но не буду затягивать думаю достаточно сказал добра любви всем позитива правильных мыслей в голове порядка в голове гармонии сознание и подсознание любви вам дорогие пока удачи 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 и Продолжение следует...